Дорожные движения Матыкальские уидовцы, в прошлом году ставшие победителями, знают это точно. Прежде всего мы команда. Команда, которая очень сплеченная. И именно этим мы добиваемся своей цели. У нас в команде очень редко происходят всякие ссоры. Потому что мы очень сплеченные. Мы добиваемся своих целей. Мы все время выиграем на районе. Мы дружные. Есть очень много мероприятий. Мы в них с удовольствием участвуем. Вместе их проводим. Конечно, бывают редкие ссоры, но все равно мы очень дружные. Сегодня мы открываем уже 36-й слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения. Мы всегда проводили их с большим размахом. Мы приглашаем много и прессы, много и представителей других ведомств для того, чтобы показать о том, что именно дети, они заинтересованы в том, что вопросы безопасности дорожного движения все-таки касаются не только госавтоинспекции, а и всех лиц, которые живут в нашем государстве, всех наших граждан. Особенно приятно, что до многих взрослых доносят эту информацию дети. И я уже, как говорится, не побоюсь этого слова, что 36 лет – это уже очень солидный срок. Открытие конкурса «ЮИД» – праздник для тех, кто участвует, для их педагогов и для организаторов ГАИ и Управления образованием. В течение трех дней будет проделана большая работа, ребята продолжат соревноваться, жюри строго судить, чтобы выбрать достойного представителя на республиканский этап проекта, который пройдет 27 мая в Гродно. Но есть один большой плюс – понимание того, что отряды «ЮИД» – это не игра, это большая, кропотливая работа тех, кто серьезно ими занимается. Ведь многие солидные граждане задумываются о нарушении лишь тогда, когда укажет им на него ребенок. В первую очередь мы заботимся о том, чтобы как можно больше, как можно шире слоев населения все-таки понимало, что на дороге действительно случайностей нет места. Все должны вести себя как можно безопаснее, охранять свою жизнь, потому что дорога действительно ошибок не прощает. Одним из приятных моментов открытия областного конкурса «ЮИД» стало подведение итогов творческого конкурса «Безопасное детство». Участие в нем приняли тысячи ребятишек со всех уголков региона. Полет для творчества огромен, поделки и рисунки, видео и мультипликации – многое другое. Сегодня мы подвели итоги детского областного творческого конкурса «Безопасное детство», которое проходило в пяти номинациях. Более тысячи работ пришло в адрес Госавтоинспекции. Что приятно, что с каждым годом все больше и больше набирают обороты именно участия детей в таких конкурсах. Поэтому совместно с управлением образования Госавтоинспекция в составе, естественно, жюри подвела итоги и наградила не пять человек, как мы планировали, а восемь детей. Причем в основном детки со всей области. Победители достойны признания, а потому лучшим из лучших. Прямо в день открытия конкурса были вручены и дипломы, и памятные призы. Мы делали эту работу вместе с Королевой Ириной. Мы хотели на этой работе показать более как мумизионную картинку, поэтому она у нас такая цветная и красивая. Эту работу мы делали три месяца, и мы рады, что получили первое место. Молодежная одежда, удобная одежда. Как бы модные элементы, которые сейчас молодежь предпочитает. Стиль какой? Спортивный в основном. Спортивный стиль. Ну и ждала итогов конкурса. Так, замирание. Да. Да, первое место. Первые итоги подведены, а участников конкурса отряда в ЮИД все еще впереди. И успехи, и слезы радости, и горечь поражений. Но удача в любом случае им всем пригодится.